Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас месяц октябрь 2020 года, это второй наш сезон. Сегодня у нас интересный действительно матч, у нас, во-первых, главный матч, мне кажется, группового этапа для нас, потому что это первый как бы матч против Мюнхенгладбахской Баруси. Мы очень тяжело сыграли вторым даже составом против Рейнджерса, хотя вот именно между Рейнджерсом у нас должна идти борьба за вторую строчку, потому что, ну, Баруси, мне кажется, нас вынесет, вот прям честно говорю вам, такое у меня мнение, они выйдут с первой строчки, ласка здесь там борьбы вообще не навяжет, но после матча с Баруси у нас через три выходных дня сразу же идет Ливерпуль, поэтому мне кажется, все-таки, не знаю, к чему здесь стремиться, либо за Баруси все-таки первым составом сыграть против них, либо против Ливерпуля. Дальше у нас вроде как все понятно идет, мы играем два матча, скорее всего, вторыми составами здесь против Ласка, мы сыграем вторым, надо через два дня снова играть, либо все-таки мы первым сыграем с Ласком, чтобы потом была у нас игра с Тоттенхэмом в кубке Карабау, в котором мы сразу же вылетели в прошлом сезоне, первый матч провели свой, и проиграли там вроде как 2-1, если я ничего не путаю. Сегодня у нас на данный момент пока что 6 матчей, либо здесь сборные будут, либо сюда еще один матч добавят, но начинать, естественно, нам придется с Баруси, ну, первым составом, мне кажется. Я все-таки хочу попробовать навязать борьбу в Еврокубках, Ливерпулю уж точно мы не навяжем никакую борьбу, вот, поэтому переходим мы к пресс-конференции перед матчем, Престон против Баруси, тем более мы еще и на выезде играем. Также Малединов, ротация очень важна, мы скажем. Нужно сохранить концентрацию, мы так скажем. И статистика тут ни при чем. Итак, пока что мы неплохо стартовали, сейчас глянем, с каким счетом Баруси победила Ласк, примерно так, чтобы знать, оценивать шансы примерно. Ласк на выезде, ну, дома у себя проиграл 2-0, а Баруси на выезде обыграла их. Но у нас больше забитых, ну, вот именно и 3 пропущенных в первом же туре, причем нас очень сильно прям поджал Рейнджерс в прошлом матче, поэтому будет нам сегодня тяжело, но мы сегодня играем первым составом, я быстренько так смотрю, рейтинги ни у кого не поменялись, поэтому таким составом мы играем. Баруси Мюнхен-Гладбах против Престона. Сегодня мы, вроде как для нас это вообще первый выезд в Еврокубках, потому что против Рейнджерса мы играли дома. Очень интересно будет, тем более еще и на лицензионном стадионе Баруси Парк. Поехали. Итак, первый наш выезд в Еврокубках, и сразу же серьезная команда, действительно, это Баруси Мюнхен-Гладбах. Команда, за которую, кстати, болеет Светослав у нас. Будет серьезная сейчас у нас игра, здесь именно идет сейчас у нас борьба за первую строчку как раз против них. Но еще мы играем на выезде, нам будет тяжело, но все-таки теперь мы играем первым составом, значит будем играть против Ливерпуля мы вторым, потому что там три дня останется, мы просто не успеем чисто физически отдохнуть. Мельников уже действительно прям выдохся, подустал весь. И на Дзюбу, замечательная передача. Артем Дзюба, и это 1-0. Мы выходим вперед на выезде, а? 68-я минута, Артем Дзюба. Наконец-то мы смогли выйти. Хоть и устали мы игроки, там Мельников отдает на Мишина, Мишин на Дзюбу, но оба этих, ну, я про Максима и про Матвей, сейчас они очень устали. Давайте выпущу Кучаева вместо Максима, потому что Максим действительно очень устал. Ну и Артем Дзюба забивает свой первый гол в Лиге Европы за Престон. Поздравляю вас. Так что мы можем из первой строчки выйти. Минимальная победа Престона над Баруси Менхенгладбах, а это означает, что нам нету просто равных. Сейчас, раз мы даже на выезде смогли обыграть Барусию, очень тяжелый матч, мы очень много били по воротам, пытались что-то создать. Барусия очень хорошо оборонялась, по статистике это видно, они даже не нанесли ни одного удара. Владение 50 на 50, отборов мячей у них 5, у нас ни одного. Ну и точность ударов и пасов вы видите на своих экранах 80 плюс у обеих команд. Матвей Мишин лучший игрок матча, наверное, за голевую все-таки свою. Почему же Малединов так и не вышел? Потому что он будет сейчас играть с Ливерпулем, скорее всего. Так, нужно сосредоточиться. Сделает так. У нас все бьются до конца, будем это постоянно просто говорить. Все, вопросы закончились у репортеров. Давайте подводок. Борисенко 94, Ексов 94, Новиков 72 нам не нужен, Крупин 73 не нужен, и Вячеслав Зайцев тоже нам не нужен. Все, мы сделали свое дело. Сейчас, кстати, Престон идет в зоне Лиги Европы, потому что это пятая строчка. А Ливерпуль, кстати, идет ниже нас. Но все равно нам придется здесь играть вторым составом. Сборные все-таки будут, да. Сейчас там проходит именно подготовка к чемпионату, к какому уже там мира, наверное, будет сейчас квалификация, потому что чемпионат Европы закончился. Вот. В сборную у нас отправятся Головин, Жамалединов, Дзюба, Мишин, Буренков, Рамакеры, Добня, Козлов и Артем Шмельков. Так, что у нас? Я бы хотел бы посмотреть на Вову Мишина. Травма у него прошла. Я его выпущу, точнее, веду в курс дела уже вот после матча с Ливерпулем. Так сказать, пусть лучше отдохнет. Наберет сейчас сил. В сборную я что-то не заметил, вызвали его или нет. Да, Вову вызвали, поэтому вот пусть он отыграет в сборную лучше. Хорошо, сейчас форму немножко наберет. И мы его возьмем в первый, естественно, наш состав. Вместо Казанского, Казанского поставим во второй и Полина уйдет тогда в аренду. Она стоит, я ее просто не могу никуда убрать, ее нельзя убрать из списка арендованных. Мог бы я, конечно, и первый выпустить, они вроде как некоторые восстановились, но не могу. Пообещал все-таки уже там и Масаковскому, что он сыграет. Все. Ливерпуль, Престон, интереснейший матч, друзья, мы на Энфилде, это вроде наш вообще первый матч против них. Интересно будет сыграть, поехали. Итак, разминаются игроки Ливерпуля. Сегодня для них это очень важный матч, ну, так сказать, потому что все-таки это Ливерпуль как-то похоже не очень убедительно начал сезон, потому что они идут сейчас даже ниже нас, шестая или седьмая строчка. Мы сейчас идем, кстати, на пятый, при том, что получили мы два поражения от Ньюкасла, получается, и от Манчестер-Сити. Мы сегодня даже играем вторым составом, не в том плане, что мне так вот наплевать на Ливерпуль, нет. С Ливерпулем я бы, естественно, играл бы первым, но я все-таки оправдал свои ожидания, я обыграл Боруссию Менхенгладбах первым составом, поэтому я бы пока что бы сделал, вот задел на Еврокубок, Лигу Европы именно там. В АПЛ-то понятно, что не выиграем мы в первом сезоне АПЛ, поэтому поборемся, наверное, все-таки за Лигу Европы, будем бороться, естественно. В него, кстати, Аллан сейчас борется. И, Миша, Михаил Миламет открывает счет в матче Ливерпуль-Престон. Первый гол в сегодняшнем матче и именно Михаил Миламет. Замечательно все мы сделали. И вторым даже составом мы вот обыгрываем Ливерпуль. Сейчас очень классно получилось. В нижний угол забивает Миша. Номер мы ему все-таки поменяли, а то у него стоял девятый, как-то неудобно было смотреть, потому что полузащитник с девятым номером, как-то странно было. Но Михаил Миламет забивает свой, кстати, первый гол в Премьер-Лиге, с чем мы его и поздравляем. Он вроде свой первый гол в Кубке Карабао недавно забил. Отдает все-таки передачу на Ярослава. Ярослав обратно на Козлова и Козлов и и 2-0. Все-таки этот мяч залетает. Андрей Козлов забивает второй гол ворота Ливерпуля. Свой первый гол в сегодняшнем матче. Но посмотрите, что это вообще был за гол. Вяткин здесь замечательно еще обыграл Ван Дайка этим пасом. Козлов пробил, Алисон потащил, но вот так вот от штанги немного вот не успел Алисон добежать, хотя шанс был. Но Престон замечательно. Ух, как здесь он еще действительно очень долго летел. Я думал, да он сейчас просто в штангу это точно попадет и вылетит, но Юрген Клоп очень расстраивается. Козлов забивает свой четвертый уже гол в Премьер-Лиге. Мы громим. Громим, можно так это уже сказать, 2-0. Ливерпуль на выезде. Алан с мячом. Мы пытались сейчас накрыть. Алан пробивает и Алан забивает. 2-1. 79-ая минута все-таки получилось Кривохарченко пробить у Ливерпуля. Но здесь очень долго прямо не владели. Это было понятно, что гол не за горами. 2-1. Я уже думал, мы сейчас такие радостные с уверенной победой уйдем, но нет. И Михаил Масаковский делает что-то 3-1. 88-я минута. Масаковский попросил нас выпустить его в матче с Ливерпулем, дать ему шансы. И он его реализовал. Именно он же сейчас на Козлова-то отдал эту передачу вперед. И сам вот добежал. Так сказать, в стеночку отыгрались они. И замечательно. Масаковский забивает в ворота Ливерпуля. Удар хороший. Алисон вообще сегодня его как будто подменили. Михаил Масаковский первый гол в премьер-лиге. Уверенная победа Престона над Ливерпулем на выезде с отсчетом 3-1. Голы сегодня забивали. Ну кто? Михаил Миломед забил. Забил Андрей Козлов и забил Михаил Масаковский. Все замечательно. 3-1. Победа наша. Ну и Андрей Козлов лучший игрок матча. 9-5 у него оценка. Так, выградить сегодняшнюю победу определенную. Мы обыграли все-таки Ливерпуль. Забиваем мы 3. Для них несправедливый действительно результат. Можно было минимально. Алана вообще не было видно все. Масаковский там нас благодарит за то, что мы его выпустили. И мы сейчас все-таки на пятой строчке. У нас 18 очков. Отрыв от Нью-Касла даже, например, который нас обыгрывал в 2 очка. И отставание до третьей даже уже строчки, которую Манчестер Сити нас обыгрывал всего лишь в 1 очко. Там Челси сейчас и выше, наверное, все-таки только Манчестер Юнайтед будет. Мы подождем, когда вот чуть поближе к матчам здесь подберемся. 14-е число можно тренировку провести. Твердовский 59-го рейтинга. Скоро можно уже из 60-х переводить и сдавать в аренду, чтобы они качали здесь. В списке бомбардиры, кстати, Артем Дзюба вот с 5-ю мячами сейчас на 5-й строчке. Халк даже 6 мячей уже за Весхом забил. Хотя вот нам Весхом вроде как и не забивали. У нас все хорошо сейчас. Матчи здесь не добавили. У нас сейчас игра против Вулверхэмптона. Ну и дальше будет вот 3 игры, 2 причем в кубковых матчах. Играем против Вулверхэмптона. Я буду сейчас, наверное, все-таки играть вторым составом. А снова все-таки мне надо это показать, что мне очень надо обыграть Тоттенхэмптон снова. Выпускаем место Казанского Мишина, который травму на 2 месяца вроде там получал. Он от нее отошел уже. Так что Полина, к сожалению, теряет место в составе и будет как только получать предложение от клуба в аренду, она действительно может туда перейти без проблем. Так что с зимы она, скорее всего, может быть и покинет нашу команду. Но пока что мы вообще предложение по ней не получали. Смотрим еще раз на игроков рейтинги. Ни у кого не повысились, так что вторым составом мы играем дома против Вулверхэмптона. Будет интересно, мне кажется. Мы сейчас причем еще идем на хороших позициях. Так. Да, вторым составом. Поехали. Итак, матч у нас замечательный. Престон против Вулверхэмптона. Сетка, вы видите, немного как-то она помята. Мне, наверное, в настройку все-таки надо ее исправить, чтобы она не натянутая значит была. Но как-то вот что-то с ней не так. Происходит с самой сеткой именно. Матч Престон Вулверхэмптон. АПЛ. Поехали. Такой интересный персонаж, который может не забивать там Бормуту, даже, к примеру, вот сейчас Вулверхэмптону, но может все-таки, да, и забивает Вулверхэмптон. Джонни. 1-0. Мы пропускаем дома, тем более. Вообще обидно, можно сказать. Вулверхэмптона. И вот здесь вот Козлов. А Козлов-то сравнивает сразу же. 1-1. Андрей Козлов возвращает наши шансы на победу. Время-то еще есть. Очень много даже. Михаил Миломед. Замечательно. И вот здесь Масаковский. Это гол. Михаил Масаковский. Вот она звезда. Наша забила Ливерпулю победный гол. 3-1 сделав счет. И здесь еще выведя вперед нашу команду в матче против Уверхэмптона Масаковский просто замечательно. Второй свой гол в чемпионате Англии он забивает. Здесь очень хорошо Миша Миломед поборолся. Кучаев отдал передачу и все. Просто пролетает мимо Ируи Патрисио и очень хорошо левой ногой отыграл Масаковский. Думал все-таки Патрисио что будет в ближний угол пробивать. Но Масаковский решил вот в даль не так пробить. 83-я минута 2-1 Победные по крайней мере матчи для Кривохарченко происходят в выпусках. Вяткин замечательно. Это Вяткин это твой шанс. Ярослав Вяткин делает счет еще и 3-1 все. Ярослав просто получил эту передачу и грамотно все сыграл. 3-1 так же как в матче против Ливерпуля. Правда с Ливерпуля мы выигрывали по ходу матча здесь. Мы еще и проигрывали показали свой характер и замечательно здесь Вяткин выход 1-1 переиграл вратаря и забивает свой первый гол в премьер-лиге. Мы его поздравляем на 90-й минуте в матче против Улвархэмптона. Снова победа у нас 3-1 2 подряд победы в АПЛ с таким счетом у нас. Но голы сегодня были интересные и очень важные снова Масаковский там Козлов забил но вот Вяткин забил вместо Миламеда. Ну и Вяткин стал лучшим игроком 9-4 у него оценка. Улвархэмптон такой же сильный клуб Пресман всегда выиграет мы снова будем это говорить. Сегодняшняя игра для них снова несправедливый результат мы скажем. Хименес мы не видели. Все. Никого мы не заметили в сегодняшнем матче. И у нас снова Лига Европы здесь мы теперь уже на первой строчке. Ласк кстати тоже обыграл Рейнджерс так что сейчас они тут повыше прям идут. Нахимов 56 рейтинг неплохо. Ну и замечательно давайте зайдем мы в молодежный состав в нашу молодежную академию посмотрим там по игрокам. Нахимов 87 уже упал так что к сожалению прости но нет. Покачаем мы также вот скорее всего я даже не знаю но здесь вот Твердовского можно ему рейтинг 59 все такое и у Ексова немножко ему осталось так что таких бы парней бы прокачать и было бы замечательно. Тренировка там вроде ну только сейчас вот именно и прошла и сейчас у нас интересно где будет игра просто вот интересно игра будет домашняя давайте посетим пресс-конференцию перед матчем в Лиге Европы это уже третий тур друзья вы начали игру с победы сможете выиграть три игры подряд команда играет достойно это про нашу именно говорю классный футбол все такое вы провели несколько прекрасных матч мы можем играть еще лучше мы так скажем и все что по бомбардирам у нас наших здесь естественно нет но есть бомбардир кстати у Ласка он наиву седьмая сторона уже 4 забитых мяча в Лиге Европы может они еще и квалификацию проходили кто знает давайте вернем капитанскую повязку все таки в Вове я не знаю у него там есть какая-нибудь так продолжим редактирование я хотел бы посмотреть таланты есть ли у них нет вроде как у наших даже игроков абсолютно у наших нету ни одного таланта вот Головин потому что он реальный игрок у него нету Бомгарднер кстати рейтинг 68 но нам такие рейтинги не нужны у нас там уже все 70 плюс вроде так что Бомгарднер просто просиживает скамейку будет уходить вот играем мы сегодня первым составом против Ласка и это получается наша уже четвертая игра за выпуск поехали дома мы сегодня играем прошлый матч тоже у нас был домашним против Вулверхэмптона обыграли 3-1 но и домашний матч против Рейнджерса тоже был домашним это первый тур там мы просто чуть ли в грязь с лицом не упали но Ласк обыграл между прочим Рейнджерс так посмотрим быстренько по рейтингу нет никто пока что не прокачался поэтому так мы всех и оставляем поехали итак середина у нас Лиги Европы середина группового этапа третий тур сегодня и ну более-менее сейчас будет именно вырисовываться за что мы боремся если мы сейчас обыграем Ласк то просто шансов у нас будет миллионный шанс наш пройти в плей-офф Лиги Европы ну вот тоже не знаю с какой все-таки строчки но пока что у нас две победы замечательно и сейчас мы должны обыграть Ласк чтобы отрываться от Баруси хотя бы съездил он в сборную России на там скорее всего квалификация к чемпионату мира отлично там отыграл мой шанс сейчас но снова как и дюбов защитника пробиваю а вот угловина получается с левой ноги 1-0 Престон на 20-й минуте выходит вперед к чему я это ввел разговор да Вова вернулся у нас в состав после травмы его заменял Казанский в первом составе и также вот Казанского во втором заменял именно Полина Сироткина но Полина все-таки скорее всего должна уйти в аренду в какой-нибудь клуб пока что вообще ни одного предложения по ней не было мы ждем мы ждем и вот пока ждем Головин замечательно здесь в одно касание пробивает и еще и я так грамотно отошел дав пробить ему ну замечательно Александр Головин забивает свой первый гол еще ничего не путаю в Лиге Европы да поздравляем его с этим ну и пока что мы забивали каждой команде на групповом этапе Лиги Европы да и вообще пока что каждой команде в Еврокубках Айвазян неплохо а Головин что творит Головин еще и в ближний угол пробивает это дубль сегодня Головина в матче Лиги Европы забивает Головин сегодня второй мяч и 2-0 Престон выигрывает Ласк у себя дома в ближний угол замечательно здесь пробил и все круто Головин только что про него сейчас показали фокус именно на нем поэтому заслуженно Головин становится автором дубля сегодня и станет мне кажется действительно он станет все-таки попадет в команду года нашу так сказать лучших 11 игроков состава и все уверенная победа Престона над Ласком со счетом 2-0 болельщики прямо ликуют очень громко но это же не обозначает именно выход в плей-офф у нас сейчас будет мне кажется это не так но 9-5 это естественная оценка у Головина почему Вяткин так и не вышел потому что он будет сейчас играть против Бормута он играл против Вуэрхэмптона какие вообще могут быть разговоры вот эти бесят на самом деле вопросы у меня не было никаких сомнений в победе Кривохарченко что-то еще здесь возмущается говорит если я не буду играть чаще место пригодишься в нужный момент я вот так скажу потому что Кривохарченко играет через матч практически сейчас мы идем на пятой кстати строчке все так же у нас одно очко отставание до Эвертона и до Манчетер Сити это попадание в Лигу Чемпионов ну и так же вот мы видим Арсенал на шестой строчке у них там отставание в 4 очка было вот Ньюкасл сейчас вот еще и нас пытается догнать кстати посмотрите сейчас это наш шанс если мы выиграем Бормут то у нас будет 24 очка и мы занимаем четвертую строчку попадаем в зону Лиги Чемпионов так что сейчас все шансы у нас попасть я так быстренько посмотрю потому что некоторые игроки могут быстро прям прокачаться не заметив этого я их и выпущу естественно но играет сейчас именно второй у меня состав выездной матч интересный Бормут против Престона мы очень хорошо выступаем в Премьер-лиге раз уже до пятой строчки дошли сейчас у нас будет шанс попасть в топ 4 получается занять четвертую строчку в АПЛ поехали итак если я все правильно понял у нас сейчас 10 тур английской Премьер-лиги выезд к футбольному клубу в Бормут у них замечательный вот этот стадион мне нравится их так сказать фото на трибунах некоторых есть игроков вот на некоторых видно это поэтому сегодня у нас матч интересный борьба так сказать за четвертую строчку нам просто сегодня нужно вот обыграть вроде как Бормут в одно очко мы отстаем до Эвертона поэтому даже ничья нам не поможет нам надо именно вот обыграть сегодня Бормут Абрахам кстати я вижу Тэмми Абрахам игрок теперь уже Бормута игрок Локомотива и Михаил Меломед просто спокойно левой ногой Миша забивает свой второй гол первый он забил если не ошибаюсь Ливерпулю как раз ну замечательно 19 минута Михаил Меломед открывает счет в этом матче и все супер ну вот добрые ну и все таки да Абрахам естественно бы забил хоть как и не зря я заметил что он именно в Бормуте но вот Кривохарченко пропускает уже в третьем своем матче подряд в АПЛ пропустил от Ливерпуля пропустил от Уверхэмптона но такого вот не было пока что чтобы прям сравняла команда Кучаев замечательно Жемалединов и Миша Меломед забивает дубль что творит Михаил Меломед замечательная игра его очень круто ой какой неудачный вынос и Абрахам снова забивает и без офсайда же причем да естественно без офсайда да Абрахам дубль свой снова ошибка в обороне и Вяткин ну и Вяткин забивает это счет 3-2 и это круто сейчас у нас просто получается снова мы выходим вперед в матче против Бормута и сейчас главное сыграть очень хорошо в обороне Вяткин забил Уверхэмптону при счете 3-1 то есть уже ничего его гол не решало вот сейчас он снова нас так сказать выручает забивает свой второй гол подряд в двух матчах в АПЛ именно с истока арбитра мы побеждаем со счетом 3-2 Бормута мы попадаем сейчас в зону Лиги Чемпионов занимаясь сейчас четвертую строчку вроде как на 2 очка Михаил Миламед лучший игрок матча давайте ответим быстренько на вопросы Миламед стал героем матча действительно дальше победная серия у нас также продолжается матч был равным нужно сосредоточиться на следующем матче ничего не буду про это говорить итак мы сейчас проводим тренировку добавляем нового Регина нам которого бы стоило ну вот Твердовский у нас продолжает качаться Ексов еще может и Борисенко нет давайте Ексова потому что он уже там 59 рейтинга ему до 60 и можем его переводить сразу в нашу команду чтобы уже там сдавать в аренду и сейчас у нас завершающая игра сегодняшнего выпуска против Тоттенхэма и кстати вот смотрите у нас игра там против Арсенала уже будет я увидел это но вам пока что не покажу в конце мы посмотрим с кем мы играем в следующем выпуске поехали у нас игра домашняя между прочим против Тоттенхэма все наши игроки готовы рейтинг ни у кого не поменялся поэтому никто не переводится ни в какие составы новые так все остается но повторяем практически наверное финал Кубка Англии но и кстати Тоттенхэм сейчас идет на первой строчке в АПЛ поехали итак замечательный матч вот видите даже сейчас перед вами эта сетка вот немножко залаганная матч Престон против Тоттенхэма матч можно сказать прошлогоднего сезона который вот все и решил наше попадание в Ливу Европы Тоттенхэм не выиграл в прошлом сезоне ничего хотя в двух финалах играл вроде в Кубке Карабао в финале они играли и в вот Кубке Англии но там их Манчестер Сити вроде выбил что-то я не помню уже но в этом сезоне абсолютно новый состав и у нас и у Тоттенхэма не точная передача вот Маттью Ди Эриксон и Эриксон открывает счет естественно кто как не Эриксон которого уже давно-давно нету в Тоттенхэме будет открывать нам сейчас счет вылетаем мы друзья с вами из Кубка Карабао и так далеко забежали в этом сезоне 1-8 но все-таки Тоттенхэм нам отомстил за Кубок Англии но Ливерис просто невероятно играл у нас было ровно столько же ударов в створ сколько у Тоттенхэма не смогли к сожалению забить этот момент Буренков кстати у нас походу лучший игрок 7-3 у него оценка что по другим у нас матчам здесь Манчестер Сити разгромил Лестер на выезде Челси Норвич 3-0 дома Берли разгромил Дерби 3-0 Брайтон кстати выбил Арсенал Вестхэм Астон Виллу обыграл минимально как и Эвертон Барнсли ну и Ливерпуль разгромил Вестбромвич на выезде все друзья это был последний матч на сегодняшний выпуск мы вылетели к сожалению из Кубка Карабао сейчас будут эти вопросы почему да как вы вылетели это хороший урок для нас ну там действительно все аккуратно это был не лучший наш день Эриксен просто в ближний угол все все на все мы ответили ну и все мы заканчиваем вот вы видите что мы в топ-4 команды сейчас ходим 4 очка нам отставания до Тоттенхэма и Челси которые сейчас на первой и второй строчке идут 1 очко до Манчестер Сити 2 очка лидерства над Эвертоном и сборная Перу нам предлагает стать тренером мы отклоняем естественно и все матч у нас против Арсенала будет сразу же в следующем выпуске нам же Эвертон кстати предлагает вот снова нам предлагает команда то есть я даже не запрашивал ежемесячный отчет мы глянем что здесь у нас 50 так но они пока что у всех потенциал выше 90 поэтому мы их оставляем вот Ексова можно перевести в первую команду у него 60 уже и мы будем сейчас Борисенко тогда качать выставим тогда постараемся в аренду Ексова поставить быстренько сейчас пробежимся здесь еще по некоторым игрокам можно ли с Буренковым например провести нет контракт уже продлили добавим на трансер Ексова или Ексова не знаю как правильно вообще все остальные игроки все вроде как нормально показано вот Скворцов в Манчестере форма кстати плохая средняя у Жамалединова и средняя у Юлии Лобановой в Кельне все смотрим матчи здесь у нас какие будут но здесь матч интересный целых три наверное будет это Арсенал Лестер и Эвертон также еще и два матча в Лиге Европы ну также шесть матчей будет в следующем выпуске так что друзья спасибо вам большое за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы которые у нас проходят по субботам с вами был Андрей канал футбол это жизнь до новых встреч друзья всем до свидания субботам